Международное сообщество биохакеров отстаивает право на чипирование человека. Союзники и единомышленники разрабатывают универсальные подкожные импланты. Они служат для бесконтактной связи и управления устройствами и системами. Будущее нам поможет приблизить мой коллега, инженер, кстати, по образованию Антон Веселов. Передаю ему слово в открытую студию. Пока мы вот тут сидим, число людей с секретом растет своими подкожными чипами. Они могут раскрыть практически любые двери, разблокировать личное устройство без пин-кода, получить доступ к данным. Сказочные киборги – такие неуклюжие машины с зачатками интеллекта. В реальности все наоборот. Умнейшие представители человеческой расы апгрейдят некоторые свои интерфейсы и получают возможность управлять миром, как говорится, голыми руками. Один из них – руководитель управления по социальным медиа лаборатории Касперского Евгений Черешнев. Он добровольно стал немного роботом, исключительно для того, чтобы оценить уязвимость системы. Герой нашего времени сейчас с нами на прямой видеосвязи. Евгений, вы нас слышите? Да, да, добрый. Прежде всего, прошу вас быть с нами честным. Но это вот правда так удобно, что стоит себе кожу бурать, втискивать внутрь что-то инородное? Я бы предпочел, конечно, если бы это можно было сделать без хирургического вмешательства, скажем, таблетку выпить. Но, к сожалению, пока это единственный способ получить чип под кожу. А такой будет следующий шаг, да, эта таблетка? Выпить и все. Ну, знаете, есть разные теории. Счастье для шпиона. Я думаю, что рано или поздно он будет совершенно гуманным и безболезненным. Может быть, выращивать будем на коже. Вот для вас это сложная была операция? Сколько времени потратили? Какого размера этот чип? Чип небольшой, он 2 на 12 миллиметров. Это небольшой такой кожух из биостекла, который не отторгается живой тканью. Занимает процедуру порядка 2-3 минут. Ну, в принципе, на вас теперь можно найти эту точку, куда он был имплантирован. Там шрам. Нет, не совсем. Ранка очень быстро зажила в течение недели. Сейчас он практически не виден, не заметен, под кожей не прощупывается. На самом деле, если кто-то не знает, что он у меня есть, сказать этого невозможно. Ну, теперь об этом, я думаю, узнают все. Давайте в будущее заглянем. Что дадут чипы в случае массового использования для людей? В теории, в теории, на самом деле потенциал огромный. Можно, в принципе, отказаться от паролей, находясь в интернете. Можно открывать замки, машину разблокировать, управлять цифровым домом. Просто сейчас, в эпоху интернета вещей, когда все подключается, не только мы с вами в интернете, но и чайники, микроволновки, все это подключено, встает проблема. А как, собственно, всем этим устройствам говорить, что я – это я? И потенциально мы умрем, простите, если будем везде вводить свою пароль. Один из вариантов решения проблемы – это иная форма идентификации. Чип – это попытка исследовать такой. Но это только первый шаг, а дальше уже начнем со своей рукой разговаривать. Первый – первый, я – десятый или еще что-нибудь. Вы знаете, я думаю, что уже сейчас ничто не запрещает нам разговаривать собственной рукой. Все, кто хочет это делать, прекрасно это делает. Нагреватели вставим в руку, будем греть, я не знаю, вместо термоса. Но уже сейчас, в принципе, я знаю, вы следите за техническими новинками, очень много так называемых умных часов, браслетов. В прямом смысле уже люди начинают говорить со своим предметом на руке, девайсом, гаджетом, как угодно. Ну а все-таки в этом же деле есть огромные риски, зашиты просто в буквальном смысле. Одно дело, когда зараженным оказывается твой компьютер, и совсем другое, когда ты сам какой-то взломанный. Это вы правы абсолютно. То есть это одна из причин, главных причин, почему мы начали этот эксперимент, и почему я добровольно вызвался. Потому что в теории все очень здорово, а по факту никаких методов эффективной защиты на данный момент у этого чипа нет, у любого чипа нет. Они просто не имеют этого в своей архитектуре. Нельзя зашифровать информацию. Если я туда условно зашил информацию в своей кредитной карте, велика вероятность, что эту информацию можно будет перехватить. А если и нельзя, нам в любом случае надо сейчас не домысливать, а на фактах убедиться, можно или нельзя. Но вас-то тоже придется похищать? Я надеюсь, что нет. Или какую-то часть вашу похищать? Посмотрите, на самом деле очень верные опасения. И одно из направлений нашего исследования заключается в том, чтобы сделать чип совершенно бесполезным без владельца. В теории, в будущем. Потому что один из самых популярных вопросов, который мне задают, а что если вам руку отрезать? Я говорю, ну, наверное, это будет очень плохо и неприятно, но, в принципе, как бы это странно ни звучало, консерн правильный. Надо сделать так, чтобы если кто-то попытался что-то достать, украсть или заставить меня действовать под принуждением, чип не работал. А это делало свою ценность, да? Именно, именно, корректно, да. Какое-то уже заражение происходило, не знаю, может быть, ваши сотрудники говорили, да наш Евгений, он с багами теперь. Это достаточно популярная шутка, но нет. Я попал. Но нет, нет, пока там объективно нечего заражать, объем памяти у чипа небольшой, и, скорее всего, он может делать пока базовые операции, вроде входа в метро, открытия замка. Вот сейчас пытаемся настроить систему идентификации в офисе, чтобы можно было проходить без всякого рода ключей. Я так думаю, каждый раз, когда вы попадаете в московский метрополитен, вы оказываетесь в комнате милиции, да? И вас начинают проверять. Как-то он прошел, да, без карточки. Пока нет, но я, естественно, человек любопытный, прикладываю руку и вижу, что когда датчик сгорается красным, бабушка на турникете смотрит на меня с недоверием. Евгений, на самом деле, набил руку, так и будем говорить. В прямом смысле, да. Скажите, давайте зрителей вернем к реальности, что ли. Вот использовать ведь это пока, ну, по сути-то, негде. Где волшебные умные здания, чувствительные машины, там, я не знаю, чуткие гаджеты? Это все какие-то западные проекты? Ну, не совсем, понимаете? Все сейчас развивается в разы быстрее, чем это было 5-10 лет назад. Например, очень много офисов уже сейчас пропускают людей при помощи магнитного ключа. Это, по сути, тот же чип, что у меня в руке, но сделан в другом форм-факторе. Уже сейчас люди ездят в метро, они тоже не разменивают пятаки, как делали наши родители. Они ставят карточку, прикладывают карточку. Это все движение в этом направлении. Я думаю, что в течение 2-3 лет мы с вами не узнаем мир, потому что когда начнут подключать машины, а в этом году огромное количество планов автоконцернов подключать машины к интернету, когда будут все больше и больше гостиницы и замки открываться-закрываться при помощи, скажем так, электронных замков, нежели обычных ключей, все это начнет входить в нашу жизнь. И поэтому не стоит думать, что это что-то совсем эфемерное или фантастическое. Это уже происходит каждый день. Я думаю, начнут все-таки с суперагентов. Я думаю, суперагенты уже... Уже оснащены всем необходимым. Спасибо огромное. Напомню, что с нами на прямой видеосвязи был руководитель управления по социальным медиа лаборатории Касперского Евгений Черешнев.